едят либо твои дети либо дети-клиент он посмотрит план посмотрит на то сколько есть на самом деле скажет ну шли клиента на прямым текстом к или говорили белобрыса этот ютуба запихай потом конечно я вам бурю хамуга бывало так что я работал и с одним выходным в месяц друзья всем привет рынок новых автомобилей не перестает удивлять мы неоднократно снимали сюжету на эту тему но мы ни разу не копали внутреннюю кухню и сегодня у нас с вами будет интересное интервью с одним из менеджеров отдела продаж который уволился от дилера поработав у двух разных в москве и сегодня он нам хочет рассказать как она происходит все внутри как директор салона может сказать менеджеру передай клиенту чтобы он шел прямым текстом так и говорит в общем давайте не будем размазывать кашу по тарелке познакомимся с ним и он нам все детально расскажет какова она нынче работа менеджером по продажам у официального дилера вот знаете что меня удивляет что на сегодняшний день не смотря на то что на канале снято огромное количество роликов о том как людей обманывают с кредитами с авто кредитами как обманывают в автосалонах все равно есть люди которые ничего не понимают верят в какие-то обещания приходит их снова обманывают вот эту тему мне кажется можно снимать бесконечно и она всегда будет заходить потому что всегда будут те кто не понимает что 2 плюс 2 равно 4 они 5 и люди очень часто задаются вопросом вот если хочется купить машину в кредит новую или был машину ну как это сделать правильно чтобы тебя не обманули и вот на сегодняшний день на помощь нам приходит вы не поверите сбер авто ребята я вам положа руку на сердце рассказываю как это все работает через приложение вы можете сразу рассчитать сумму кредита и самое главное я был бы не я если бы не сказал вам про ставки все ставки пониженные типа около 8 процентов или там ниже чуть чуть выше действует при условии каких-то дополнительных кредитных продуктов и сбер авто об этом не скрывает он говорит хочешь низкую купи страховку если вы хотите просто голый процент вот о чем я всегда мечтал и кричал но где вы где вот он сбер авто хочешь голый процент пожалуйста какая то будет ставка все считается всегда индивидуально здесь влияет сумма кредита срок кредита ваша кредитная история все это рассчитывается индивидуально самое главное что не выходя из дома через мобильное приложение буквально за 15 минут вы можете получить кредитные средства на покупку автомобиля и если вдруг у вас не было первоначального взноса на автомобиль это не страшно потому что эту проблему решает сбер авто друзья читайте внимательно все условия берите калькулятор считайте пользуйтесь правильно заемными средствами самое главное делайте это с головой семь раз отмерь один раз отрежь со сбер авто это действительно те с кем можно попробовать посотрудничать зайдите попробуйте посчитайте наверняка их предложение окажется самым удобным и самым выгодным для вас сбер авто ждет тебя по ссылочке в описании пользуйся на здоровье а вот собственно и он знакомьтесь алексей лег привет 29 лет человеку лёха переехал из питера ну давай начнем с этого ранее ты проживал там работал там да потом по любви переезжаешь в москву и начинаешь работать здесь официального дилера да вот и недавно увольняешь от официального дилера по какой причине ну уволился я собственно как раз таки потому что уже как сказать чувство совести пошло в разрез с тем что я делаю потому что руководство с момента выхода с карантина требовала все больше и больше зарабатывать на машинах причем ладно бы это было с одной стороны оправданно да но как нам говорили что ребята у нас уменьшились там поставки вдвое при этом соответственно нужно эту финансовую нагрузку как дилеры сейчас говорят переносить да на какие-то автомобили там другие то есть мы выдавали 200 машин час выдаем 100 зарабатывали раньше там на каждой машине по 50 знать сейчас должны зарабатывать по 100 но получается ситуация пришла к тому что сейчас зарабатывают не по 50 не постой даже не по 300 то есть получается так что дилеры перезарабатывают о чем кстати я не видел ни одного упоминания на ю тубе то есть в целом все в роликах говорят да что дилеры обалдели до наценки большие но никто не говорит что дилеры при этом перезарабатывают то есть получается так что ну наценки близится примерно там от x10 до x15 если вот так вот сравнивать в таких критериях то раньше был миллион сейчас где-то ну 5-6 то бишь в 5-6 раз так зарабатывать больше при условии того что продают автомобили гораздо меньше да и возят их соответственно гораздо меньше то есть и плюс опять же сейчас нереально заказать машину допустим с нуля то есть у меня было много случаев когда люди заказывали машину она в три месяца ехала она приезжала когда меня вызывали говорили так клиенту сначала ты не звонишь ты приходишь сначала к руководству спрашиваешь соответственно вот у меня есть клиент у него наличка нету трейдинов кредитов допов ничего нету наличка это те самые кто хотели заказать автомобиль точнее то заказали вот для того чтобы купить его по ррц да да именно именно как менеджер говоришь типа да да конечно вам будет в ррц да ну изначально мне и руководство руководство говорится бронирую под ррц все хорошо все здорово получается машина приходит меня вызывают говорят так ты клиенту сказал что машина пришла игры я пока не говорил окей смотри говорит ты ему сейчас звонишь говоришь что говорит что машина там придет еще через три месяца что там задержки с производством там там что-то еще да то есть и соответственно мы после этого эту машину возьмем и пульнем там с наценочкой с допами там на 500 соответственно все эти предварительные договоры которые люди заносят никакой гарантии никак это вообще не работает здесь получается так что дилер ссылается на то что в договоре прописано что может быть какие-то форс-мажорные обстоятельства да на это повлиять там действительно есть письма от компании производители о том что где-то задержки на вопрос том что сколько я работал каких-то глобальных таких задержек то есть их не было может быть по каким-то конкретным моделям двигателям чисто вот ситуативно были да но при этом такого чтобы там допустим перестали возить там модели допустим б-сегмента дилером не было такого ни разу то есть всегда какая-то поставка она в любом случае приезжала машины всегда были то есть не раньше все те кто ждут машину по 9-12 месяцев и им показывать бумажку что типа все окна это завод виноват скорее всего их авто ну скорее сюда давно продан кому-то из вновь пришедший в салон лёх ну вот очень часто людям интересно кто эти люди то кто приходит и покупает на вот этих вот с такими бешеными допами машины ну на данный момент на данный момент есть осталось наверно два типа клиентов это первое это либо люди которые не знают что рфц не знаю что он вообще существует то есть они приходят им говорят слушайте ну там вот этот автомобиль там возьмем б-класса допустим стоит там 2 миллиона рублей он говорит а ну 2 миллиона рублей все пойдемте считать он садится считает и он не знает даже что на самом деле машина стоит миллион двести на нее просто прилепили на 800 допа и фактически как бы то есть ну продажа такая как в мире автомобилей горят на дурака то есть это единственное что такую продажу нужно осуществить сейчас то есть если человек допустим уйдет домой он позвонит кому-то из знакомых ему кто-нибудь но точно скажет что это дорого и точно скажет что посмотреть цену на сайте после этого он естественно поймет как бы что его пытаются это друзья к слову ответ на вопрос вот очень часто в инстаграме пестрят на ютюбе мы выкладываем тоже что машина стоит в салоне в шоуруме а на ней там наценка 800000 для кого это сделано ну да 2 тип людей это люди у которых условно безвыходная ситуация то есть им нужна машина срочные по зарез сейчас и они не хотят бы ушку и они просто мирятся говорят ну да там сейчас рынок то есть они принимают эту ситуацию берет ну да сейчас рынок такой делать нечего будем покупать так то есть самое что интересное таким людям мне кажется уже без разницы с какой наценкой потому что я видел вот это вот то как рос рынок то есть то как продавали там плюс 100 тысяч плюс 200 300 400 500 и самое что интересно эти люди всегда находились их всегда было достаточно на те машины которые были на складе а с точки зрения финансовой грамотности вот я все время замечал так что народ ну просто считать не умеет кредиты ты замечал такую ситуацию люди приходят и как это происходит происходит это очень просто то есть человеку когда делают распечатку но ему дают просто минимум информации есть там менеджер кредитного отдела которые прям разжевывают все клиент но опять же этой для них же самих и ловушка то есть они если разжуют все клиенту если клиент как бы поймет что как бы он сейчас будет подписывать и там заявку на какие условиям будет давать то есть если он откажется допустим как это делаю то есть бегло говорят но смотрите у вас вот здесь вот такой вот кредит значит в платеж включена то 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 и все вот вас платеж устраивает то есть давит именно на то что устраивает ли человека платеж да а когда этот кредит размазывают, допустим, вместо года 2-3 на 5 лет, естественно, там платеж уменьшается, ну и в принципе человек смотрит, говорит, ну слушайте, да, там по десятке я смогу платить, а то, что у него при этом сумма кредита 200 тысяч, кредит на 7 лет, то есть его как бы не смущает. Друзья, ну помните, да, вот поднимали всю эту информацию, вот, пожалуйста, вам реальность, что именно так и происходит, просто очень часто люди бывают такие попадаются, которые не верят в то, что сейчас цены выросли, что сейчас действительно людей будут обманывать, они приходят в салон, и только когда столкнутся с этим сами, уже такие, ого, слушай, ну а руководители отдела продаж, они же условно сидят в своих кабинетах, они не общаются с людьми, они не общаются с покупателями, ты выходишь, и тебе говорят, типа, давай, Алексей, иди, дедушка пришел с бабушкой, машину хотят купить, спаривай, каково это реально внутреннее чувство? Внутреннее чувство, на самом деле, это до ужаса неприятно, просто я видел случаи, когда реально приходят хорошие люди, то есть им реально нужна машина, у них там семья, небольшой доход, но как бы я там открываю как бы свою бумажку и понимаю, что там на машину, которую они выбрали, которую мы с ними обговорили, они говорят, мы хотим там то-то, то-то, я понимаю, что получается так, что я должен им зарядить, ну как бы сверху там, ну плюс 600-700 тысяч, это помимо просто самой прайсовой цены машины, то есть я должен это вытащить из любого, из кредита, из трейдина, из допов, ну как угодно, ну вот, грубо говоря, у меня определенный доход должен быть, да, там, на сделке, и все, ниже этого дохода, я просто приду к директору, и мне скажут, как бы, ну там, что у тебя по этому клиенту, я скажу, ну вот так-то, 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 он посмотрит план, посмотрит на то, сколько есть на самом деле, и скажет, ну шли клиенты на прямом тексте, прям вот так вот. Чтобы понятно было, например, ты должен с машиной заработать 700 тысяч сверху, а у тебя, получается, при всех твоих желаниях 500, и люди это как бы устраивают, и тут как бы разница, да, 200 тысяч. Даже если 650, все равно. Даже если 650, и просто, и прям прямым текстом говорили, ну да, ну прям так и говорили, то есть говорили, мы продадим другим дороже, объективно, то есть и все, будем искать других клиентов, которые купят эту машину дороже, все. Слушай, ну а откуда такая наглость, что, зажрались из-за чего, то, что видят, то, что народ все равно покупает, и как бы чувствует себя валяш, страха нету, правильно вообще? Ну, во-первых, страха нет, во-вторых же, как это было, то есть дилеры же щупают рынок, то есть они как делают, они вот поначалу, когда все это началось, они выставили, что ага, давайте мы продавать будем плюс 100, посмотрели, что у них машины меньше, чем неделю стоят на складе, а они их так продают плюс 100, ничего себе, они следующую партию машин, которая пришла, уже ставят, естественно, плюс 200, и смотрят, как она будет продаваться. Смотрят, а машины быстро уходят, то есть, опять же, меньше недели стоит. И, соответственно, таким образом они повышают как бы наценку, то есть, и понимают, что ага, у нас там нормальная машина должна постоять фактически месяц на складе. То есть, и они будут ее повышать до тех пор, пока машины не будут задерживаться на складе на месяц, но самое, что интересное, даже если они будут задерживаться на месяц, найдется человек, который купит там плюс миллион, плюс полтора, плюс два, сколько ему скажут. То есть, вот такая вот история. Да, они отсеют при этом там 100 человек, 200 человек, но им не важно, они готовы отсеять сколько угодно для того, чтобы заработать вот эти вот свои лишние деньги. Офигеть, а тебе никогда не приходилось вот людям говорить то, что, ребята, вам надо отсюда бежать, просто лучше уходить из этого салона, вас сейчас просто натянут здесь по полной программе. И, будучи менеджером, мне так, наверное, не приходилось делать. Объясню почему. Потому что, будучи менеджером, естественно, тебя уволят сразу за это, мне кажется, через 5 минут уже как бы с вещами можно будет выйти. Да, но, тем не менее, то есть, я эту сферу покинул, мне, как мне бывшие коллеги сказали, ладно, тебе терять нечего, поэтому давай. Вот, то есть, и поэтому, в принципе, мне там не, так скажем, жалко, да, рассказать об этом всем, потому что я адекватно понимаю, что именно вот эта ситуация, да, то, что стало происходить с дилерами, она вынудила меня, грубо говоря, уволиться. То есть, я не думал вообще, что когда-нибудь уйду из тачек, да, то есть, я в какое-то время понял, что, да, вот, мне нравятся тачки, я понял, что я буду работать у официалов по той простой причине, что я не хочу работать у серого дилера, потому что я знаю, что там как бы... Изначально там весь обман от начался. Изначально, да, а так получилось, что у нас сейчас серые дилеры равно официальным, то есть, по принципу их работы. Единственное, да, бывают там какие-то представительства своих дилеров все-таки пытаются держать в рамках, но, опять же, у дилеров очень много там всяких лазеек, способов как-то избежать ответственности за это, ну и, соответственно, в дальнейшем, соответственно, продолжать заниматься тем, чем они занимаются. Всегда всех интересует вопрос денег. Ничего себе продать машину с наценкой 500 чистыми, там, миллион рублей, но при этом это все, по сути, делаешь ты. Ты вот менеджер, ты впариваешь по всем вопросам, да, по всем направлениям. Вопрос, Лех, вот если ты продаешь тачку с наценкой такой бешеной, сколько ты с этого получишь? Вот давай так, если ты там спихнул, да, машину при условии 3D, кредит, соответственно, со всеми такими страховками жизни, гапами, каска там с наполнением, типа, помощь на дорогах, ну и так далее. Вот прям вот это комбо. Сколько тебе дадут денег с такой продажи? Подчеркиваю, друзья, у нас все это речь про масс-сегмент, что-то типа кеш, коды, вот такого рода. Я хочу рассказать здесь с самого начала. Давай. Про первое время, которое было сразу после пандемии, когда стали поднимать планы. Вопрос в том, что осталась система мотивации старая. И когда ты больше зарабатываешь на машине, естественно, ты прямо пропорционально больше зарабатываешь себе. То есть менеджеры в 99% салонов, что бы они ни говорили, они получают именно процент с того, что они заработали на сделке. И когда вот это вот все только началось, самый расцвет, наверное, это был август-сентябрь прошлого года, то есть до 2020-го. И тогда зарплаты достигали до 600 в месяц у менеджеров. Реально? Реально. Вот ты 600 тысяч получал? Я получал максимум 400. А почему? А почему другие 600? Ну, 600 это, так скажем, максимально, сколько я видел вот именно у людей, да, в частности, по зарплате. То есть это, так скажем, лидеры. Да, в среднем, ну, как бы где-то в районе там 300-400 вот так вот варьировали зарплаты. Потом, потом, соответственно, когда увидели, что мы можем зарабатывать на машинах вот столько, вопрос, ну, как бы зачем нам менеджерам платить вот столько, естественно, зарплаты стали очень сильно душить. То есть процент уменьшился примерно втрое у менеджеров. То есть если раньше можно было получить там 400, то сейчас там выше 120 уже как бы особо... Короче, вернули все взад, но чуть-чуть покайфовать вы успели. Ну, чуть-чуть, да, получается, успели вот поймать это так, как называется, золотое время. Да, но при этом всем я бы не сказал, что сейчас, допустим, менеджерам, которые там даже миллион с лишним делает на сделке, что он много зарабатывает. Друзья, но тем не менее я отмечу, что, например, если поговорить про премиальный сегмент, например, BMW, вот на днях буквально был разговор с одним из менеджеров, он скидывает именно там вот M-версии. Там буквально продает там 10-12 автомобилей в месяц, при этом на корпоративный отдел, ну, то есть на юрлиц. Миллион, говорят, тоже может заработать там 600-миллион в этом диапазоне. Ну, а же оклад там вообще минимальный, там, условно? Ну, оклад, да, оклад всегда это минимальный размер оплаты труда и там не более того, там какой-то фантастики здесь никогда нет. А расскажи, сколько вообще вот минимальная зарплата менеджера, вот что считается плохой зарплатой в масс-сегменте, чтобы людям вообще было понятно, что такое автобизнес? Ну, если так смотреть, где-то 50-60 тысяч, если получаешь, то ты лов. Лошара, да? Да. А средняя зарплата вот примерно? 100-200 примерно. 100-200 в этом диапазоне. А все, что свыше 200, это, наверное, уже как бы ты красава. Это уже такие прям мастера своего дела. Ну, таких много в салонах? В салонах, как правило, это 1-2 человек. В целом на отдел продаж там из человек 10-15. А остальные это вот? Да, остальные, да. То есть, есть всегда локомотив, который тянет за собой отдел. Да, соответственно, остальные. Потом есть там прослоечка такая, это среднячок. Ну, и, соответственно, там уже дальше те, кто пытаются догонять, но такие, как правило, там периодически отсеиваются, на их место набираются новые. То есть, это те, кто подлежит ротации. Ну, хорошо, план ты, допустим, выполнил, а какие-то штрафные санкции, если ты план не выполняешь. Ну, приходит человек, а ты ему, типа, надо, вам сверху еще лям будет отдать, и он тебе говорит, иди нахрен. Ну, есть же такие? Ну, конечно. Много, правильно? Не так, что прям все повально приходят и все соглашаются на ваши условия. Нет, нет, нет. То есть, поработать нужно, но если, тем не менее, план ты не дотягиваешь, какое отношение от руководства? Что говорят? Ну, говорят, что твой результат на уровне унитаза в целом. Обычно так. То бишь, с вами ваши директора как бы особо там не цацкаются, да? То есть, культурного общения особо нет или как? Ну, здесь от дилера к дилеру, то есть, я видел дилеров, где есть очень приличные руководители, то есть, которые себя хорошо там, очень хорошо относятся к персоналу, да, спасибо таким, что они есть. Видел салоны, то есть, ну, в которых прям, ну, действительно, то есть, могут прямо и послать открытым текстом и сказать, что ты там какой-то там не такой, да, и так далее. То есть, в это абсолютно как бы уже зависит ситуативно. Интересная ситуация, что с Лехой мы, скажем так, заочно знакомы. Как-то раз год назад я приезжал в салон, где ты работал, знаете, я сейчас не знаю, сегодня мы первый раз встретились. И он говорит, был ты в салоне у нас и за твоей спиной, что там за моей? Да, 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 было такое, что прям хаяли, говорили, белобрысый этот, пушь ютуба, запихай потом. Потому что я, что делал, рассказывал схемы, да, людям? Да, 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 потому что как раз человек, в частности Дмитрий, да, то есть, он рассказывал как раз людям, как покупать машины, да, и как можно как раз раскачивать вот эту дилерскую лодку, да, для того, чтобы там, ну, все-таки покупать как-то дешевле, даже с учетом того, что рынок был, ну, плюс-минус хотя бы более-менее устойчивый. Короче, друзья, те, кто смотрят ролики, приходят, да, они уже понимают, они уже вопросы начинают задавать, а менеджеры начинают бесить. Конечно. Типа, ух ты, умный пришел, поэтому... Конечно. Филатфрис. Конечно. Я вам буреха-муха. Лех, ну а расскажи про вот этот футбол, как это все происходит. Звонишь по телефону, допустим, ты как менеджер можешь сказать, ой, приезжайте, кредит мы вам сделаем честный. Я приезжаю, и начинается. Ты меня отправляешь в кредитный отдел, там сидит дама, которая вхерачивает мне там 200-300 тысяч сверху. Я со всем этим иду к тебе. Вот что вот у вас, почему вот эта фигня у вас? Я вот сколько раз это замечал, что вы друг на друг эти стрелки кидаете. Это она дура, нет, это он. А у нас так нельзя, в программе галочка стоит всегда, которую убрать нельзя. Ну, где-то около 3-4 лет назад, когда я только, так скажем, начинал, наверное, работать, тогда не было такого. Люди приходили, подписывали спокойно страховку жизни, то есть как бы не было каких-либо там, как это называют, качелей, да, со стороны клиента. И было как бы все прекрасно. А потом, с тем, что на Ютубе стало появляться много роликов, в частности, твоих, о том, что, ребята, там, страховку жизни все отказываетесь, там, возвращаете в течение какого-то времени и так далее, соответственно, появилось что? Доп-соглашение. Знаешь же, да, такая штука у дилера. Вот, то есть, соответственно, подписывают доп-соглашение, по которому вы отказаться не можете. А если откажетесь, то вам могут сказать, возвращая деньги там, в досудебном, либо в судебном порядке. И эта бумага как бы считается, ну, официальный документ. Там черным по белому написано, что ты, Иванов Иван Иванович, на все согласен. И таким образом, как бы, в суде будут апеллировать эту бумагу. Да, так и написано. То есть, и получается так, что вот эта девочка с кредитного отдела, да, то есть, она должна на сделку условно натянуть тоже какое-то плановое значение. Да, и с точки зрения звонка по телефону, кстати, очень такой момент. Цель звонка по телефону у менеджера всегда то, чтобы клиент приехал. Есть, причем, салоны, которые могут тебе сказать, что любой автомобиль есть в наличии. Им руководитель прям так и говорит, говорит, ребята, говорите, что вот, если человек звонит там по синей машине, там, такой-то комплектации, говорите, что машина есть в наличии, приезжай. Даже если там на складе вообще ни одной машины этой модели нет. Неважно. Потому что цель заточить клиента в салон, то есть, а дальше уже что-то придумывать. Либо, да, либо сажать его на поставку, на другую модель, причесывать ему кредит, доп и что-то еще, то есть, ну, как-то раскручивать, так скажем. То есть, и вот сейчас у официальных дилеров, да, к сожалению, наверное, так. Слушай, а вот, допустим, в продолжение сегодняшнего, там, да, темы времени со страховками жизни разобрались, это уже ясно. Но сейчас, например, навешивают доп-оборудование, высокомаржинальное. Вот, например, Андрей Подшивалов, Ярдрей, он рассказал о том, что, друзья, вот во некоторых страховках вы по закону защите прав потребителей, да, там, можно вообще отказаться от них. То есть, выехал из салона, потом сдал их обратно. Что на деле происходит? Есть вообще такие люди, у тебя хоть раз были, что кто-то приехал, потом там что-то расторгал. Ни разу такого не видел. Сетка, ковры положили. Я понял, о чем ты. Смотри, я ни разу не видел, ты имеешь в виду, что приехал и отказался от доп-оборудования. Да. Нет, ни разу такого не видел и не слышал. Причем ни от кого-то из коллег, ни там, в частности, в салонах, в которых я работал. А что происходит на деле? Некоторые приходят, так, есть розничная цена, а у вас там плюс 500 тысяч допов там за сетку, ну, за какую-то мелочевку, скажем так. Я сейчас буду звонить в полицию, я сейчас буду звонить там в представительство и так далее. Это вообще на дилера какое-то влияние имеет? Ну, руководство, получается, транслирует менеджерам как? Говорят прямо, что, ребят, у нас есть машина, которую мы купили у завода, которая, грубо говоря, принадлежит нам, и мы можем делать с ней, что хотим. Мы можем сдать ее в тест-драйв, можем сдать в аренду, можем продать как новую, можем, соответственно, на нее навесить доп и продать, можем не навесить доп. Что хотим, то и делаем. То есть наше право, как собственника конкретно этого автомобиля. Представительства не всегда согласны с таким мнением дилеров. То есть в каких-то ситуациях все-таки они могут помочь клиенту вас как-то заставить продать ее в РРЦ? Ну, смотри, это, получается, зависит от марки. Так. Конкретно, потому что предстоительства разных марок ведут себя по-разному. Есть предстоительства марок, которые, допустим, прям реально могут с дилером, дилера попросить, так скажем, вести себя хорошо, да, в сделке конкретно там вот с этим клиентом. А есть предстоительства марок, которые говорят, слушайте, ребят, мы как бы машину дилеру продали, решайте с ним все проблемы сами. Все, до свидания. То есть и, получается, открещиваются. Расскажи про ситуацию, про которую практически все говорили в интернете. Есть канал, блогеры покупали Кодиак. Да. И они там сняли прям целый многосерийный фильм, где показали все свои баталии с дилером. Да. И я знаю, что ты про эту ситуацию в курсе. Да. Якобы после этой продажи уволили директора или кого? Ну, я так понимаю, что да, сняли директора. То есть, соответственно, я так понимаю, что был выставлен штраф. Опять же, скажу сразу, это слухи, но как бы слухи внутри определенного круга лиц, которые как бы очень близки к этому. А за что в такой ситуации увольняют? Ну, казалось бы, продали машину, продали. А почему? За штраф. За штраф. Потому что штраф получает компания от компании-производителя. И, соответственно, это потери денежные. Причем, ну, очень большие. Не понял. А как производитель оштрафовал компанию, то бишь, дилера? Производитель может штрафовать несколькими способами. Это может штрафовать, во-первых, недопоставкой машин. Он может, допустим, взять там, с конкретно этого дилерского центра, там, из поставки 20 машин выдернуть и другому дилерскому центру отдать. Из-за того, что вот произошла вот эта конфликтная ситуация, они могут взять и сказать, типа, ребята, вам хрен. И от машин не приедет. Примерно так? Ну, условно так. Либо, допустим, какие-то компании, если у них есть система бонусов для дилеров, то они могут, соответственно, эту систему бонусов урезать. Да, соответственно, там, на определенную сумму. В частности, это решается уже, я думаю, там, представительствами марок и так далее. А в чем их ключевая ошибка? Говорят, то, что показал менеджерам тачку пустую, без допов изначально. Да, но у них, получается, было как доказательство видео, то, что они, когда приехали, им же менеджер пошел показывать машину на парковку. И он им покажал машину. Они сняли полностью весь автомобиль, как он выглядит, что у него есть внутри. И увидели, что там нет допов. Ни сеточек, ни там антикора, ничего нет. То есть, заказ-наряд, он не исполнен. Допы на этой машине не стоят. Но при этом дилер же как говорит? Говорит, что допы уже стоят, мы ничего снимать не будем. Покупайте либо так, либо никак. Короче, они обманули, начали навязывать. Но тут, как бы, произошел прокол в плане того, что допы это, как бы, дополнительно. И самое главное, по желанию человека это не обязательно. Да. Но они... У человека еще хорошо, что было доказательство. То есть, он мог предоставить представительство марки прямо видео о том, что, соответственно, вот конкретно на этой машине допов не было. И мне их навязывают. То есть, и, соответственно, это и появлялось его доказательством. Это правильно. Ну, рабочая тема. Ну, я скажу, что в принципе, в целом, да. То есть, здесь, если со стороны менеджера смотреть, да, его ошибка, что он пошел машину показывать без допа. А? Менеджер, блядь. Он пухнулся, блядь. Да. Слушай, как правильно покупать? Расскажи. Ну, с точки зрения... Отслеживать. С точки зрения, если, допустим, заказывать машину с нуля, то нужно всегда просить либо какой-то номер заказа, либо коммерческий номер, который есть у представительств. Который назначает, соответственно, завод после заказа уже, как правило, в течение нескольких дней, может быть, недели-двух максимум. Да, то есть, и по этому номеру всегда можно отследить свой заказ. У дилеров есть способы, так скажем, манипуляции этими заказами. Но все равно, так как в системе, как правило, у них прицепляется имя клиента к этому номеру, то, соответственно, этот заказ отследить можно в целом. И, соответственно, смотреть, когда этот заказ придет. Бывает такое, что человек, допустим, просто номер заказа своего не знает, и он не может позвонить, допустим, в представительство и сказать, а я там такой-то, такой-то, я вот заказывал машину. Представительство, когда смотрят в базу, они видят, что уже этот человек перенесен на другую машину. И, то есть, говорят, ну да, вам машина через три месяца приедет. А фактически, если бы он изначально узнал номер своего заказа и назвал бы не свою имя, фамилию, а номер заказа именно, да, то есть, сказал бы, смотрите, вот у меня номер заказа такой-то. Они бы посмотрели и сказали, о, слушайте, так он дилеру отгружен буквально вчера, вам дилер не звонил? То есть, и получится такая ситуация, что дилер говорит, что машина будет через три месяца, а представительство говорит, что машина пришла дилеру. То есть, и здесь, соответственно, уже отсюда можно как-то, ну, разворачивать, пытаться эту машину купить, да, убить. Вот это полезная действительно информация специально для всех тех, кто хочет машину сделать под заказ. Ну, и в основном, получается, картина сейчас такая, что просто в наглую дурят народ. Можно так сказать, что и заставляют вас всех, как менеджеров, дурить. Но я замечал, знаешь, так, что бывают менеджеры, вот как вот ты сказал вначале, что которые прямо разжевывают все, по-честному людям показывают, на каких условиях они купят. Есть менеджеры такие жопушники, вот это, наверное, тот самый, который мне, типа, этот белобрысый с Ютьюба, вот он такой. Я к тому, что противные такие, им, мне кажется, даже удовольствие доставляет продавать люди вот эти автомобили с бешеными наценками. Ну, встречал ты вообще таких паразитов среди коллег? Очень много, я скажу, встречал таких. Ну, я скажу, что как эти люди говорят. Эти люди, во-первых, воспитанные по такому принципу, как это в автомобильном мире есть. Есть фраза такая, едят либо твои дети, либо дети клиента. Вот так вот. Прям руководитель говорит такое менеджеру, говорит, вот либо твои дети едят, либо дети клиента, выбирай. Вот и все. Вообще, блин, как это дикий мир какой-то. Да, 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 так и есть отчасти. Слушай, у тебя информация какая-то есть, что на самом деле с тачками-то происходит? Все рассказывают про дефицит. Параллельно кто-то рассказывает, что нет никакого дефицита, это все сговор, это все умышленно. Вот ты последнее время, пока я работаю, в итоге-то что там с дефицитом, есть он или нет? Сговора нет, я скажу точно, нет сговора. Дефицит, да, действительно, есть недопоставки машин, то есть они составляют там порядка, по разным маркам по-разному, ну в среднем там от 50 до 30%. То есть это то, что не доезжает, хотя должно. Не доезжает, это как раз из-за этих мелочок полупроводники, какая-то вот хрень. Именно они, то есть и да, есть какие-то недопоставки, но во-первых, я не видел ни одной машины, которая ехала бы полгода, вообще ни одной. Ну там условно, которую заказывали с нуля, она там где-то там 2-3 месяца идет, ну может быть бывали задержки на месяц, на 2, но больше полугода не было такого. То есть если больше полгода машина ездит, значит она на стопе. Если она на стопе, менеджер может позвонить клиенту и сказать, слушайте, вот так и так. Что значит на стопе? На стопе это, допустим, когда, получается, автомобиль не может быть произведен ни сейчас, ни в ближайшие 3 месяца. То есть в таком случае там завод-производитель просто блокирует этот автомобиль, да, и его в принципе производство. Приходят уведомления менеджеру, да, и менеджер, соответственно, звонит клиенту для того, чтобы решить. Такое бывает, либо на машины там в целом, да, какой-то комплектации может быть там, либо с каким-то конкретным двигателем, либо если на машине есть какая-то конкретная опция. То есть, ну, к примеру, там взять подогрев лобового стекла. Вот что-то у них случилось там с подогревами, да, все, нету их, да. Но у клиента заказана эта машина. И вот завод ее ставит в блок, менеджер звонит клиенту, говорит, смотрите, то есть я обычно как делал? Я обычно звонил, говорил, у нас есть два варианта, там, Михаил Михайлович. Мы либо сейчас убираем подогрев лобового, и машина приходит в срок, либо мы, соответственно, подогрев лобового оставляем, но тогда, да, мы ждем как бы вот 6 месяцев, и плюс еще сколько там, ну, как бы, заводу понадобится. Но самое главное, что в любом случае эта машина, она когда-то собрана будет, и когда-то надоедет. Не можешь быть такого, что он говорит, я выбираю, ждем, через полгода, он говорит, типа, все, короче, все аннулировалось. Пух! Заказа нету, блин. Конечно, конечно, машины приезжали все, 100%, за всю мою практику не было такого, чтобы какой-то из автомобилей не приехал. Рано или поздно автомобиль, да, приедет, единственное, что, ну, если он на блоке, может быть, какие-то проблемы с документами бывают, да, там, сертификации этих автомобилей у заводов, да, там бывает так, что этот срок, там, ну, как бы, двигается. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про работу, про звучит неплохо, 100, 200, 300 тысяч можно заработать, при этом ты ничего там, не поднимаешь тяжелого физического труда, у тебя такого, ну, тяжелого нету, ты рубашечки хочешь, у тебя свое рабочее место, ты пришел, ну, менеджер по продажам. Вот из 30 дней в месяц, сколько ты в среднем работал, и каково это вообще, сложная, несложная работа? Ну, бывало так, что я работал и с одним выходным в месяц, по той простой причине, что менеджер по продажам, это такая должность, в которой ты на работе условно всегда. У тебя выходной, тебе может позвониться клиент, сказать, слушайте, я надумал, машину сейчас хочу бронировать, забрать сегодня вечером. И все, вопрос в том, что никто не будет заниматься этим в салоне. Вот я тоже заметил, вот просто, друзья, я удивляюсь, а почему такая фигня, вы же вроде вместе все работаете, почему, например, ты на выходной, я работаю, почему я как менеджер нахрен тебя посылаю и свалю, твой заказ, вот ты иди ищи. То есть, короче, менеджеры друг другу особо не хотят помогать, почему это происходит? Ну, редко очень, такое бывает, как правило, в небольших салонах, да, где там коллектив не очень большой, ну и в принципе, да, там друг друга выручают. Если это какие-то крупные салоны, то, как правило, такого нет. Объясню почему, потому что, получается, во время, когда ты помогаешь другому человеку, ты выпускаешь своих клиентов, это раз. Во-вторых, ты за это ничего не получаешь, то есть, получается, что ты теряешь свои деньги чисто теоретически, которые ты мог бы заработать, да, и тратишь при этом свое рабочее время. То есть, и получается, что это тебе, как человеку, который помогает кому-то, это невыгодно, ну, совсем дважды. А человек, который, получается, просит о помощи, он выигрывает дважды. То есть, он, получается, не тратит свое время в выходной, он спокойно отдыхает, сидит, пиво пьет на даче. Кайфует с рыбой, да? Да, 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 обязательно. То есть, он при этом всем получает за это деньги, и все, идеально. Работа делается сама, деньги капают, он ничего не делает. Не, ну, справедливости ради, вот так ты позвонил бы мне, сказал, Диман, надо сделать, я бы тебе сказал, сделаем, что там, посмотрел бы, что у тебя по сделке выходит, допустим, там, двадцатка с этой тачки, я бы сказал бы, Лех, семерик мой, и это будет справедливо. Все. Не, ну, такое бывает, но здесь уже как договоришься, то есть, по-разному бывает. Единственное, что не все готовы, опять же, помогать в салонах. Здесь очень ситуативно с точки зрения того, что один человек хочет, другой говорит, я этого не приемлю, то есть, и так далее. Люди, они очень разные, ну, тем более, в отделе продаж. Ну, понятно, а по стрессу как вообще? Часто бывало такое, что клиент тебе говорил, пошел ты, сам, нахер, там, орал на тебя, там, я не знаю, может быть, кидался на тебя драться, там, с кулаками, говорил, что вы здесь все мошенники, вам всем конец. Руководитель отдела продаж говорил, что ты, там, осел, там, плохо работал. Ну, имеют именно грубость какая-то, что вот, или в целом сдержано? Ну, пока я работал в Питере, я с этим не сталкивался вообще. Меня, меня, да, меня ни разу никогда не посылали, то есть, и руководитель там был всегда максимально просто сдержанный, то есть, даже если я видел у него по лицу, что у него написано, что он меня готов убить, он все равно говорил, смотри, Алексей, ты вот здесь, здесь не прав. Ты не прав, потому что тот, а тот, да, то есть, объяснял, и я на этом учился, то есть, на своей ошибке мог учиться. Ну, извольте, Алексей, вы здесь не правы, а в Москве тебе говорили, шли он хоть и не говорили. Да, в Москве так и говорили, как бы, ты, либо его шли, либо сам иди, как бы, то есть, в принципе, там, примерно расклад такой. С точки зрения, если, кстати, говорить по поводу взаимопомощи, бывало такое, что менеджеры разбивались на пары, да, то есть, и если там график, допустим, 2-2, 3-3, то есть, один менеджер условно работает и за себя, и за коллегу. Берет и своих клиентов, и клиентов, коллеги, то есть, бывало и такое, но это очень редко по поводу. Слушай, ну, на твой взгляд, сегодня есть смысл, вот человек сейчас сидит, смотрит, скажет, блин, ну, тачка, ну, интересно, допы навязывать, я готов, как бы, я буду кормить своих детей, вот из этой серии попадет человек. Как ты считаешь, сегодня есть смысл эти работы искать в автобизнесе? Ну, я считаю, что, во-первых, это сделка совестью, да, то есть, это то, на что человек действительно должен пойти, то есть, понимать, что я буду обманывать вот этих людей, чтобы там, грубо говоря, там, мои, дети, там, не знаю, жена ездила, там, на машине, и у них там было вкусно покушать, да, хлебушек. Ну, да, условно так. Ну, не знаю, идти бы при этом всем, и работа интересная, то есть, мне работа нравилась изначально прям полностью, то есть, интересное обучение по работе, интересно то, что ты знакомишься с кучей разных людей, в целом, да, от людей можно очень много всего понабраться, да, то есть, у меня были там от пилотов самолета, покупали машины, до там просто обычных домохозяек простых, да, то есть, там вот, от и до, директора, там, бухгалтеры, какие-нибудь биологи и так далее, то есть, ну, в этом плане работа очень интересная. Но с точки зрения именно вот самого отношения сейчас, как рынок относится, так скажем, к менеджеру, да, то есть, в этом плане я скажу, что эта работа тяжелая в плане моральном. Хорошо, а напоследок, вот сейчас все спорят из серии, знаешь, вот я последние почти полтора года, ну, с апреля месяца, как вот, закончился этот карантин, из серии, что дома сидели, только и слышу, что пузырь-то скоро лопнет, скоро пузырь-то лопнет, вы, дураки, машины напопали. Тем не менее, тачки в цене просто розница растет, допы, как ты сам отмечаешь, со 100 тысяч выросли где-то там до миллиона. Ну, действительно, сегодня, например, Кодиак двухлитровый, реально могут предложить с допом там на миллион, на миллион двести, хотя еще там год-полтора назад 200 тысяч, это казалось сверху, это прям, ты что, ну, при этом давали что-то на это. Да, Тойоты, двухсотки, трехсотки, четыре миллиона. Бешеные наценки. Что ты скажешь, твое видение с последним, что ты успел застать, в итоге-то что дальше будет? Еще хуже? Цены будут расти или когда-то вот все-таки? Будет ровно до тех пор, пока будут покупать. То есть, если, опять же, о чем я говорил, есть вот такая штука, как статистика, видят, что продают, что машина мало стоит на складе. Соответственно, ее будут продавать дороже. Бывали ситуации, что ты встречал реально сначала довольных клиентов, которые приходят, покупают, а потом они уходят и понимают, что вы их, ну, просто вот так вот по полной программе. Возвращаются со слезами из серии, ребята, пожалуйста, заберите обратно машину, давайте расторгнем сделку. Не у тебя, а вот у кого-то из коллег, ну, что ты вот находясь на работе, видел вот эти крокодили слезы. Бывало такое, да. Бывало такое, причем человек приезжал, сдавал машину по трейдену, заключал банковскую сделку, приезжал на следующий день и говорит, вы знаете, я вот проснулся там в холодном поту ночью и понял, что все. И да, разрывали прям сделку. Ну, то есть, все равно удавалось, да, человеку отбиться от этого, что разрывали? Да, все, подписал, до свидания, иди в суд. Ну, здесь по закону все-таки человек там в течение какого-то времени вправе вернуть машину дилеру. Просто немногие, во-первых, хотят этим заниматься, потому что это, естественно, время, это нервы, и это не так просто прям, что пришел, сказал, вот вам ключи, отдайте мне обратно мою БУшку. Нет, естественно, такого как бы это не так просто. Поэтому и люди просто не хотят запариваться больше, мне кажется. Тем более, сейчас как любят эти допы же делать отдельным счетом, если человек в дальнейшем обращается по КАСКО, то ему возмещают сумму только по договору купли-продажи. Да, да. То есть он заплатил 4 миллиона, у него по договору он заплатил там 2 700, машину разбил, ему 2 700 отдали, как бы и миллион 300 полетел. Вот это да, вот это важно действительно учитывать. Ну что, друзья, вот такой у нас сегодня получился сюжет. Я думаю, вы узнали что-то новенькое для себя точно, послушали, каково это работать менеджером по продажам новых автомобилей сегодня. Человек ушел в IT-сферу, зарабатывают хорошие деньги, но уже в совсем другом направлении, где никому ничего впаривать не нужно. И выводы приходят одни и те же. Как только остановится спрос на новые автомобили, так сразу начнут падать допы, появятся розничные цены, а там и скидочки, и подарочки. Поэтому я вам еще раз напоминаю, что покупайте автомобиль только если он вам действительно нужен, как инструмент для зарабатывания денег, либо у вас дохрена просто-напросто денег, и у вас не волнуют цены, но никогда не покупайте серии, ну вот, вроде бы хочется, вроде бы давно катаясь на своей машине. Таким образом, вы его, во-первых, ну просто купить сегодня для себя невыгодно. Друзья, у меня на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч всем, пока-пока.